Сегодня в выпуске делегация Королевского клуба в Ростове футболисты Реал Мадрид поделятся навыками с донскими тренерами. «Мигель, Ангель и я мы собираемся сделать все возможное за эти три дня, чтобы дать как можно больше тем тренерам, которые в дальнейшем будут работать в Академии». По всей стране автостопом питерский историк приехал в Ростов и рассказал о своих приключениях в дороге. «Было в Псковской области, в Урале, между Москвой и Питером, просто водку из горла пили и говорили, что жизнь такая, братан». Аллея детства. В Международный день земли ростовские школьники посадили 50 деревьев. «Когда скучно, я ухожу, гуляю, могу позвать друзей, чтобы посадить деревья». Как поставить технику юным спортсменам и воспитать в них боевой дух, донским тренерам расскажут специалисты мирового класса. В ДГТУ проходит семинар по соглашению о сотрудничестве между фондом Реал Мадрид и университетом. Решение о создании совместной академии приняли еще в прошлом году. «Мы делаем первый шаг сегодня в продвижении именно футбола, футбола великой команды, великой команды Реал Мадрид, которая имеет в мире значение, что такое футбол, что такое баскетбол». В Донскую столицу прибыла настоящая делегация Королевского клуба. Несколько дней гости будут обучать тонкостям своего дела тренеров из Ростова и области. «Мигель, Анхель и я, мы собираемся сделать все возможное за эти три дня, чтобы дать как можно больше тем тренерам, которые в дальнейшем будут работать в академии, тренировать тех маленьких детей, которых мы сегодня видим». Уже через месяц стартует предварительный набор детей в младшие группы по направлениям баскетбол и футбол. Занятия в Реал Мадрид ДГТУ начнутся с 1 сентября. Отправлялись по делам, попали на экзамен, проверку донским водителям, автоинспекторы устроили на трассе Ростов-Таганрог. Сотрудники ГИБДД тормозили любой проезжающий транспорт. За три неполных часа правоохранители составили три десятка административных протоколов, в том числе за нарушение правил тонировки авто. Среди нарушителей – родители, которые перевозят детей без специальных кресел, пассажиры, пренебрегающие ремнями безопасности, а также водители на неисправных машинах. По статистике, такое отношение к правилам дорожного движения становится причиной трагедии. Только за первый квартал 2014 года на территории Донского отдельного батальона ГИБДД произошло пять аварий с участием несовершеннолетних. Когда сухие цифры не заставляют автолюбителей задуматься, инспекторы зовут на помощь школьников. Мы хотим вас попросить соблюдать правила дорожного движения, отдать памятку юному пешеходу, наверняка вас извините. Юные инспекторы раздали водителям полторы сотни листовок и десятки информационных стикеров. Они напоминают, что в период каникул школьники становятся активными участниками дорожного движения. Путешественник Дмитрий Воронцов в пути ни на секунду не расстается с фотоальбомом. Здесь память о десятках городов и стран, которые историк из Петербурга преодолел автостопом за последние 10 лет. Нам нужно было проехать 100 километров и машина сломалась. И водитель такой говорит, ну ребят, я точно знаю, что подчинюсь, но попозже. Вы вот трасса, доезжайте автостопом, догоняйте основную группу, я подчинюсь, вас тоже догоню. Ну это мы вышли с другом, ничего не зная. Тогда, правда, я сразу не стал так ездить много и долго. Начав с поездок в несколько недель, сегодня Дмитрий большую часть года в дороге. На прошлой неделе он побывал в Абхазии и теперь у него два дня на прогулке по Ростову. А дальше путь в сторону столицы. Путешественник исколесил Россию с юга до Сибири, Турцию и Северную Осетию. Дома его ждут любимые, родители и сын. С ним тоже автостопер изредка выбирается в недолгие поездки. Ведь дорога – дело опасное, да и далеко не все водители соблюдают правила. Было в Псковской области, в Урале, между Москвой и Питером, просто водку из Горлопили. И говорили, что жизнь такая, братан. Автостоп таит немало других опасностей. Такие путешественники – легкая добыча для воров. Девушкам вообще не рекомендуется садиться в чужую машину в одиночку. Но Дмитрий – человек бывалый. С собой всегда, на всякий случай, палатка, светоотражатели для ночной трассы и надежная сумка с документами и деньгами. В день автостопщик тратит около 100 рублей. Сегодня Дмитрий держит путь в сторону Воронежа, а потом – в родные пенаты. Вот эту молодую березовую рощу ростовские школьники высадили в день древонасаждения. Сегодня же, в Международный день земли, они пришли сюда вновь и высадили 50 новых саженцев. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Они знают, каким должно быть счастье, и все свободное время проводят только с пользой. Сегодня ученики 11-го лицея продолжают озеленять город совместно с активистами движения «Эко». В парке революции дети вооружились лопатами и ведрами. Когда, как не сегодня, нужно сажать деревья и облагораживать нашу планету. 11-й лицей выступил инициаторами посадить аллею берез в парке революции. Как обращаться с инструментом, активисты знают и умеют. Многие озеленяют не только городские парки, но и работают на собственных садовых участках. Участники акции признаются, желание посадить дерево иногда появляется от скуки. Когда скучно, я ухожу, гуляю, могу позвать друзей, чтобы посадить деревья. За своей новой аллеей молодые садоводы обещают ухаживать. От лицея до этой зеленой площадки всего пара минут пешком через парк. Так что принести ведро воды не составит труда. А пока стройным отрядом ученики возвращаются на очередной урок. Только он уже пройдет не на природе. Мы такие разные, но она у нас с тобой одна. Музыка. Недетская маевка ждет донских школьников меньше, чем через месяц. С 11 по 15 мая в лагере «Спутник» пройдет образовательный форум «Молодая волна». К участию приглашают юношей и девушек от 14 до 18 лет. Программа предполагает быть очень плотной. Форум будет сделан на образовательной площадке. Детям будет достаточно непросто. И мы всей командой форума очень постараемся сделать так, чтобы им просто не было. Но именно поэтому, наверное, все те победы и все эти достижения для них будут особенно цены. Помимо образовательной программы, также будет проводиться культурная программа, традиционные вечерние мероприятия. Участников ждут спортивные соревнования, выставки и встречи с известными людьми – политиками, бизнесменами, журналистами. Попасть на такой праздник молодежной жизни не так-то просто. Количество участников – 1080 человек. Это молодые, талантливые, креативные люди, которые пойдут в конкурсный отбор для того, чтобы попасть на форум «Молодая волна». Отбор участников продлится до конца апреля. А заявку еще можно подать на сайте форума talentedona.ru Редактор субтитров А.Семкин